всем привет это линуксовые фишечки и сегодня будем говорить про процессы про то как их найти и убить и про то как и запустить тоже немножко значит ну процессы да там в windows это control alt del да нажимаешь и выводятся все да твои эти самые программы запущены в маке вот эту штуку которая называется activity monitor тут тоже да можно их все увидеть все процессы вот в линуксе тоже есть процессы естественно вот их можно вывести написав ps ps аукс и написав команду less то есть это постраничный вывод и тут будут все значит процессы которые сейчас запущены на машине значит вниз до стрелочки можно можно использовать вимовские кнопки это j и h да то есть сейчас h джей вниз h вверх он мне что-то другое включает неважно так вот здесь также можно искать в лессе да допустим я пишу python и мне выводится все где встречается хоть как-то python вот значит также я могу делать ps аукс кстати аукс это ну как бы это флажки да там типа а это ол ю там это юзер x еще что-то я могу также сделать да ps аукс дальше труба греб поиск и допустим python вот значит здесь что-то там нашлось это абсолютно свежая машинка я прям новую сделал на яндекс облаке вот здесь вот только-только вот ее создал значит есть еще такая штука как топ на топ это ну вот тоже некий такой встроенный но отображальщик процессов да потому что в люксе в целом вся информация процессов она хранится в файлах да это просто штука просто их парсит вот здесь там какая-то информация машина написана также они там в реальном времени что-то отображается вот но чаще всего используют не топ а используют и чтоб он более как бы прокаченный вот он тут не установлен по умолчанию сейчас его быстренько накатим так вот как выглядит и чтоб видишь тут как бы и цвета какие-то появились да и выглядит он такой более по хакерски как-то да вот в нем круто сидеть в нем также поиск можно да нажимаем слэш и пишем там вот тот же пайтон да и вот написано f3 next то есть я f3 нажимаю и переключаюсь между ними то есть так ты можешь искать вот и вообще когда ты говоришь в линуксе о процессах да тебя больше всего всегда волнует вот этот вот номер пит процесс id то есть по нему ты будешь потом все эти процессы убивать вот значит из этого я выхожу из age топа и ну теперь надо потренироваться да как бы находить я могу так у меня пайтона нет по моему здесь да у меня пайтона никакого нет по умолчанию я себе поставлю третий так что здесь пайтон а это знаешь что потому что а вот он установился он уже там был значит полно как бы за кеширован судя по всему яндекса это кстати удобно так у меня есть python 3 теперь мне нужен какой-то скрипт допустим скрипт который будет мне выводить значит вим который будет не в бесконечном цикле ну выводить просто текущую дату и время я назову его endless.py красиво звучит так импорт импорт тайм тайм слип одна секунда вот это я знаю как делать вот а вот как вывести текущую дату и время да вот это не знаю мне кажется сколько бы ты разработчиком не был ты всегда это будешь гуглить python вот print current time потому что такие помнить штуки это слишком тяжело но я вот это вот возьму то и вот потому что здесь и формат сразу и не какой-то вот не джем тайм какой-то там возьму вот этот настоящий обычный человеческий так вставили импорт им и теперь напишу while true то есть это бесконечный да ты понимаешь цикл у меня будет выводиться print вот эта вот штука и и time slip просто чтобы я ждал да давай проверим работает ли escape zz это вим дальше теперь я пишу python значит endless python 3 только у меня да endless.py так и вот он пошел у меня каждую секунду печатать то что нужно вот пусть он здесь печатает а значит теперь я открою еще один терминал и туда же на этот же сервачок подключусь сейчас это так плюс плюс там у меня последняя команда сохранена на десктопе у меня ключи так я здесь вот и теперь да давай представим что вот это вот от эта бомба тебе нужно обезвредить нужно найти как-то этот процесс то есть ты можешь написать htoc допустим да и написать здесь ты помнишь как поиск да открывается слышом и написать endless и где кстати endless вот он python 3 endless и значит просто сайди в нее 1149 я выхожу отсюда и пишу kill 1149 обрати внимание что здесь мне написали терминейт он выключился вот и кстати есть ты до этого встречался но как бы с командой kill в линуксе да то ты обычно привык видеть kill 9 1149 но там и дальше просто сайди так вот 9 да это как бы убить вообще без вопросов просто без всяких вот а если kill чистый да то он как бы он запустится вот так вот типа kill тире 15 как бы да это будет означать терминейта то есть он даст вот этой программе которую он пытается закрыть он даст ей шанс сохранить какие-то данные а 9 это все это как бы с концами вот значит теперь у нас этот скрипт так очищать ты помнишь это control control l clear ls посмотреть вот он мой скрипт теперь как бы вот ну когда я запускаю вот так вот python 3 endless.py у меня как бы все консоль моя пропадает если я нажимаю там команд c да то он просто прекращается и все вот как бы как мне запустить программы фоновом режиме да то есть или и даже если я учат запущу и консоль эту закрою то программа не не продолжит работать нам не нужно допустим чтобы она работала вот для этого существует но ухуп но ухуп грубо говоря за попросту запускает фоновом режиме и все значит я тоже самое пишу но хуп python значит python 3 и endless.py и ставлю амперсант это ну это как бы в линуксе означает как бы что вот выполни эту команду и передай мне управление обратно вот он мне пишет но ухуп игноринг and а значит аппендинг аутпута но ухуп дот аут это означает что он туда будет логировать из этого файла и мы сейчас как раз это проверим смотри я нажал enter все что-то произошло теперь нажимаю ls у меня появился здесь на ухуп я пишу tail да ты помнишь как залогами судить f от follow но ухуп аутпут вот но смотри какая беда у меня в этом аутпуте сейчас ничего нету вот хотя если я сделаю теперь следующим способом я найду этот процесс ps аукс я пишу grep и теперь вот это вот как раз таки линуксовая фишечка я пишу и я е вставлю в квадратных скобках сейчас вначале нет я напишу так вот endless dot by вот смотри видишь два процесса вывелось один тот который мне нужен вот он который питон запустил а второй мне вывел это конкретно мой запрос из баша который этот поиск делает так вот чаще все мне ну как бы вот этот запрос который мне не хватит он мне не нужен есть фишечка вот так вот ставишь первую букву в квадратные скобки и выводится только то что тебе нужно вот процесс этот есть я его сейчас убью kill мне данные какие не нужны так и теперь смотри если я сейчас делаю кат и поставлю на хуп то там ну там тоже сейчас ничего не будет это мне надо сессию перезапустить наверное проблема в том что python он как бы буферит свой аутпут и и отдает его потом в конце сессии вот чтобы мне этого избежать мне нужно я вот я сейчас этот файл удалю чертям и мне чтобы этого избежать мне питон когда я хочу его логировать не его всегда нужно запускать с значит с тегом ссори с флагом you который означает он буфер чтобы он ничего не не буферили буферизовал вот сейчас то же самое произошло и и теперь если я сделаю тэйл-эф на ухуп аут то у меня видишь вот они секунды пошли вот и теперь еще раз значит пойдем на другое окно вот видишь у меня здесь как будто все бомба тикает мне надо ее безвредить я пишу ps аукс греб греб а а в квадратных скобках длэс точка пай вот он мой процессик и я пишу килл 9 1220 все видишь эта штука остановилась и причем она ничего не написала да потому что но мы его убили с помощью девятки вот теперь ты умеешь обезвреживать такую штуку еще нужно уметь также сохранять логи да вот это вот не только в но ухуп но и в другой какой-то файл да естественно это возможно если я сейчас делаю но хуп да ты помнишь как искать в истории control r reverse search дальше control r ты нажимаешь и ищешь как бы во всей истории назад ретроспективно значит вот вот моя команда я могу здесь дальше ее выбрать и сказать значит у меня но ухуп python 3 you unbuffered и я говорю значит вот здесь я ставлю два два знака больше которые и дальше имя файла я не знаю напишу скрипт скрипт лог точка лог да ты помнишь что расширение файлов ничего вообще не значит вот и два этих означает что она будет каждую строчку добавлять и запускаю теперь я могу сделать значит тлф файл или какой-то должен был создаться заметь что его до этого не было и вот он у меня туда значит фигачит эти записи have fun